Добрый вечер всем тем, кто к нам присоединился. Это программа «Послесловие». Сегодня мы в прямом эфире обсуждаем новые градостроительные нормы Екатеринбурга с Алексеем Белышевым, начальником Департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы тоже можете присоединиться к нашей беседе, задав свой вопрос по телефону 222-0041, абонент «Послесловие». Алексей Аркадьевич, нормы градостроительные приняты, судя по тому, сколько у вас бумажек на столе, их очень много. Давайте, наверное, как-то сакцентируем внимание на тех, которые как-то повлияют на облик нашего города в ближайшем будущем. Ну, давайте немножечко о принципах. Местные нормативы градостроительного проектирования все же это местный правовой акт. Он принят впервые в связи с тем, что 131-й федеральный закон установил вопросы местного значения, а также требования градостроительного кодекса, на основании которых мы обязаны были разработать эти местные нормативы. Основной целью местных нормативов является обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека, установив расчетные показатели минимальной нормы обеспеченности и максимальной территориальной доступности. То есть это касается интересов каждого гражданина в таких сферах, как здравоохранение, культура, объекты спорта, значит, объекты образования, в том числе объекты жизнедеятельности, транспортной инфраструктуры. Поэтому это все те аспекты, которые как раз затрагивают напрямую интересы наших граждан, наших горожан, потому что данный муниципальный правовой акт распространяется на территории муниципального образования города Екатеринбург. Почему не хватило вот этого единого федерального законодательства? Зачем нужно было уходить в конкретику, грубо говоря, для Екатеринбурга свои какие-то нормы принимать? Ну, здесь Екатеринбург не эксклюзивен. Это коснулось требований федерального закона для всех муниципальных образований. Поэтому действие сегодня региональных нормативов по городостроительному кодексу размещено на региональные нормативы, городостроительного проектирования и местные нормативы. А 131-й федеральный закон только установил обязанности каждого муниципального образования иметь эти местные нормативы. И чем ценен местный норматив тоже, какая цель-то преследуется? Собственно, местные нормативы позволяют нам, во-первых, создать стройную структуру правовых актов, это прежде всего генеральный план, это правила землепользования и застройки как инструмент реализации генерального плана и местные нормативы, которые как раз устанавливают те стандарты комфорта, которые должны быть в нашем городе, потому что стратегия социально-экономического развития, которая соответствует нашему основному документу, стратегическому плану развития Екатеринбурга, она исходит из тех целей, которые должны наши граждане получить в планируемом генплане. То есть можно сказать, что эти нормы скорректировали, изменили генплан? Значит, еще раз, эти нормативы появились как раз благодаря тому, что мы в ноябре месяце имеем, во-первых, действующий генеральный план, мы внесли туда внесение изменений в основной чертеж, и как раз те показатели, которые откорректированы сегодня, они учитывают в этих местных нормативах те стандарты, которые мы должны обеспечить наших горожан. Ну вот в частности, такой показатель, как мы хотим к 2025 году иметь, чтобы на каждого жителя у нас было 30 квадратных метров жилой площади. Вот это как раз норматив, который сегодня фигурирует в наших местных нормах. Для уточнения, сейчас какая это норма? Сейчас норма у нас на сегодня около 24 квадратных метров, к 2025 году обеспеченность каждого жителя должна подрасти до 30. То есть простыми словами, получается, благодаря этим нормам мы будем жить шире, вольготнее? Дело в том, что это основная задача как раз таких нормативов и есть. Федеральные нормативы установили некий такой общий федеральный стандарт. Каждое муниципальное образование в зависимости от своей бюджетной обеспеченности может установить более комфортные показатели. То есть сократить дистанцию до детского сада, сократить дистанцию до плавательного бассейна, увеличить количество озелененной территории, увеличить норматив по обеспеченности жильем. То есть это как раз каждая территория, которая в целях своего развития устанавливает такие более позитивные нормативы, которые улучшают качество жизни наших гаражей. Кстати, сами гаража спрашивают о том, что же будет у нас с парковками в данном моменте. Говоря о парковках, ранее действующие нормативы региональные, которые сегодня отменены, они устанавливали по квартирной обеспеченности. То есть условно на одну квартиру должно быть сколько-то там машиномест приходящихся. Мы посмотрели практику. Во-вторых, нужно сказать о нормативах, что они были разработаны по муниципальному контракту Урал-НИИ проектом. Это филиал ФГУПСНИИ города Москва. Значит, надо отдать должность, что научный руководитель этой работы, главный городостроитель института Мазаев Григорий Васильевич, сделал шесть стратегий, которые нам позволили посмотреть как раз на применение этих нормативов, которые бы позволили посмотреть на все нормативы обеспеченности, в том числе и норматив парковки. Так вот, глядя на практику применения местных нормативов в городах-миллионниках, таких как Казань, Уфа, Новосибирск, Санкт-Петербург, Москва, кстати говоря, мы посмотрели, что наиболее прогрессивный расчет через квадратные метры приходящиеся жилой площади у каждого из объектов капстроительства. Поэтому мы вышли на норматив 375 машиномест на тысячу жителей, и что равняется, и в наших нормативах это напрямую прописано, 80 квадратных метров жилой площади должны иметь одно машиноместо. То есть в среднем на квартиру как раз вот такая статистика, которую мы сегодня уже в Екатеринбурге имеем. Можно ли сказать о том, что понятие точечной застройки с карты Екатеринбурга исчезнет? Безусловно. Ведь чем ценны местные нормативы? То есть вот в течение 2015 года до их утверждения сегодня городской думы они не действовали, поэтому сегодня вопрос появления того или иного объекта определялся действием неких федеральных нормативов, когда можно было, ну скажем так, без учета точных параметров, допустим, структуры планировочных элементов, посчитать плотность каким-либо иным способом, и доказать, что появление этого объекта в этом квартале возможно. Сегодня, когда эти нормативы есть, вот, это безусловно ограничение до точечной застройки, и депутаты сегодня на совещании активно рассматривали вот именно этот вопрос, насколько это ограничитель, а это ограничитель, еще раз подтверждаю, значит, потому что теперь появление объекта должно быть в комплексе тех нормативов, которые учитывают вот как раз в структуре нормативного документа всех требований, которые должны быть у каждой из территорий. Еще, наверное, очень важный вопрос, все-таки, то, что апартаменты сейчас приравнены, будут по статусу к жилому помещению, вообще это как-то всколыхнет вот застоявшийся рынок недвижимости, на ваш взгляд? Ну, вот, смотрите, мы вообще сторонники того, что появление такого стандарта, как апартаменты, оно может иметь место, но мы определяем следующее, что свод правил, который установил для многофункциональных комплексов апартаменты, и утвердил определение, что это жилые помещения временного проживания, поэтому мы считаем, что появление апартаментов квартирного типа, в которых, ну, явно люди будут проживать длительно, они должны быть также без ущерба обеспечены и местами постоянного хранения автомобилей, и детскими территориями, и иными объектами социальной инфраструктуры, потому что это такие же граждане, они не должны быть ничем ущербными, потому что есть практика других регионов, печальная практика, сразу скажу, когда появление в территории жилого района апартаментов квартирного типа, оно, так как нормативы не требует высоких параметров обеспеченности по детским садам, школам, по машинным местам, ну, вот это сразу какой-то вот представлялся такой новый гарлем, который угнетал эту территорию. Спасибо вам за разъяснение, у нас прямой эфир, я напоминаю, у нас был в гостях Алексей Белышев, начальник департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации. Спасибо. 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 Спасибо.